Because Шилгурудеев now is busy, he asked us to read, to discuss, to give answer and caution, if this question is coming. Рады-рады. Для тех, кто поел чуть позже на русском, то есть Шилгурудеев сегодня занят, к нему снова приехал адвокат из Дели, поэтому он попросил нас самостоятельно провести. Рады. Ну что, тогда начнем с тех, девяносто девятый. «Пасарадоса Дениси». Ну да, мне понравился. Да, я нашел стих. Я сразу перевод прочитаю, чтобы не мучить никого своим чтением санскрита. Я прославляю сладость вечно новых никунжа лил Швирадхи. Я прославляю сладость вечно новых никунжа лил Швирадхи. Сейчас никого бляжу из англоязычных нет. А, ладно. Той, чьё тело сияет подобно миллионам молний, чьё прекрасное лицо сияет всегда увеличивающимся экстатическим блаженством, чьи подобные плодам бимбы или вишни губы сияют как кораллы, чьи руки сияют как молодые веточки, чьи груди сияют как бутоны золотых лотосов и чьи глаза сияют как синие лотосы. Удивительно, здесь Прабадананда сразу же начинает, представляет эту дьяну. Причём это не редкое явление, а наоборот, это частое явление в этом произведении, когда даётся дьяна. Для... А? Появили всё-таки предное на английском. А я буду говорить в русском. Я буду говорить в русском языке. А я буду говорить в русском языке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И не просто дьяну, а целую гирлянду сладостной дьяны И на любой бутон этой гирлянды можно медитировать бесконечно И он каждый раз будет раскрываться по-новому Нам сложно в обусловленном состоянии прикоснуться к этой красоте Потому что у нас нет непосредственного восприятия этой красоты Потому что у нас нет непосредственной связи к этой красоте Краткое описание действия этой красоты есть в Бхагавадгите Когда Кришна при всех посреди бесчисленных воинств Ардуни признается в своей любви И в то же время он не только признается в своей любви, но он также и открывает путь дживы Путь ее восторженности Он открывает эффект Он открывает эффект непосредственного видения И это говорит абсолютная истина Это говорит Бог И тем удивительнее его слова Он говорит Он говорит Моя абсолютная истина Как она есть Вообще ее красоте Ты поймешь, что все, что было сказано до этого в шастрах И все, что будет сказано после этого Перестанет иметь для тебя какой-то смысл О, мой любимый парень Когда вы увидите мне Причина Моя абсолютная истина Моя абсолютная истина Все, что было сказано в шастрах И что будет в шастрах в будущем В будущем Вы потеряете интересы После того, что будет связано с красотой И тебе будет все равно Все равно, что ты слышал об абсолютной истине Все равно, что ты читал И все равно, что ты услышишь еще в дальнейшем Тебе будет все равно После этого вашей собственной опыте Ты потеряешь интересы В любом случае, что ты слышал и читал И о том, что ты читал и слышал Потому что ты будешь захвачен этим процессом целиком Тебя не останется Потому что ты будешь видеть впервые Потому что ты чувствуешь себя Первое время в твоей жизни Ты почувствуешь себя Младенцем, заново рожденным Впервые рожденным младенцем Ты чувствуешь себя Как только нового родителя И это пример, который приводит Кришна в гите Который соответствует также и сегодняшнему стиху И так, давайте продвинемся в комментарии Кунджаби Сарикас Фри Радха идет на свидание с Кришной Кунджаби Сарикас Фри Радха идет на свидание с Кришной Дамодарушка, а какой Сарикас Фри Радха? Извини, пожалуйста Девяносто девятый Да, мы читаем Сарикас Фри Радха с Ланильи Верс 99 А Гурудер с нами нет Дамодара? Нет он на совещании по делам А можно вот по старому Пока ты не погрузился, да, простил У нас были вопросы по прошлому Думу Знаешь, там много было дополнений Знаешь, личного опыта И как бы вот камни Мы уже погрузились Рада Говинда пробыл Но уже Прости А, вы уже уже Мы вернемся У нас есть время Чуть позже Чуть позже Радха, спасибо Прости, Рада Говинда Итак, Шри Ратика идет на свидание с Кришной в Кунджу и Шрипада В своей форме кинка и следует за ней как тень Нагара уже страстно ожидает в Кунджу прихода Радхи и поэтому его сердце расцветает от радости, когда он слышит звук падающего с дерева с сухого листка, думая, что это ее шаги Внезапно сияние тела Радхи Освещает Кунджу и наполняет весь Вриндаван золотистым светом Посмотрите, что интересно Здесь Анатадаса Бабаджи Он также следует этому правилу Шрипады Он также рисует картины, то есть это Дхьяна Он рисует подробные картины события Чтобы мы стали соучастниками этого события В таком способе, что мы можем чувствовать, что мы тоже находимся, где мы находимся Пусть в такой, даже обусловленной форме Пусть это будет в уме, но тем не менее Мы видим, как здесь рисуется этот образ освещения Темной Кунджи Потому что в предыдущих стихах Кунджа плакала Кунджа была наполнена темнотой разлуки Мохана И она плакала, она была погружена в разлуку И она также сопереживала Мохана В то время мы увидели, как это Кунджа Счастья в сфере с Радхи Верно, мы увидели это Мохан Счастье Счастья Потому что там написано Это Кунджа была мягкой Это была мягкой Потому что нет, Радхи была не в ней И он кричит, он ждет И он ждет Для Шриматердега И он освободил Кунджа Бадели ластер И здесь в последовательности стихов нет временной точности, временной последовательности, но есть логика чувств. Игры рассказываются разные. И здесь мы видим динамику праздника, когда в предыдущем стихе Ратика пришла вследствие молитвенной практики Мохана. И здесь начинается праздник жизни Мохана. Потому что вся его жизнь наполняется золотистым цветом. Он будто впервые начинает дышать. Он будто впервые начинает видеть. Он будто впервые ощущает себя живым. Нос Шемасундары обезумел от аромата ее тела. И его глаза наслаждались золотистой аурой ее божественного тела. Его уши обезумели от сладких звуков ее браслетов и колоколичного пояса. Это не мирская физическая красота, поскольку она крадет сердце Господа. Дядахи, Мохи, Калилам, Бутирует Тариша Тири. То есть, когда ты увидишь это непосредственно, ты поймешь, как и я понял это сейчас. Ты поймешь, что ты никогда до этого не видел. Ты никогда до этого ничего не чувствовал. Ты почувствуешь, что ты никогда до этого еще не жил. Это очень важно для Садака, которые практикуют, чтобы отслеживать правдивость собственных переживаний. Кришна сам говорит в Гаруде, в Лолита Мадхаве, Шилу Рупагасвами. О, друг, она, Рукмени, может быть и прекрасна, как ты говоришь, но нет больше нужды продолжать описание. Сердце Хари не может быть украдено просто физической красотой. Шри Кришна Он сказал в Гаруде в Лолита Мадхаве, Шилу Рупагасвами. О, друг, она, значит, Рукмени, может быть, так красиво, как ты говоришь. Нет больше нужды продолжать твою описание. Хари, сердце не может быть просто с физической красотой. Только Любовь, что идёт вместе с красотой, может покорить Хари. Я бы сказал, что красота Любви или олицетворение этой красоты Любви может покорить его. Шри Радика имеет величайшую Любовь. Шри Радика имеет величайшую Любовь. Поэтому она полностью покорила Кришну. И здесь мы подходим уже к самому событийному ряду, продолжая вот это вхождение в эту Дхьяну, которую предлагает Шри Пада. Когда Радика пришла, Кришна осторожно ввёл её в Кунджа. Когда Радика ввёл, Кришна осторожно ввёл её в Кунджа. Осторожно! Это значит, что показывать его отношение к Радике. Когда он видит её, ему кажется, что она обрёл величайшие сокровища своей жизни. И он не знает, как сохранить это сокровище. Он даже не уверен, что это не мисс. И он не знает, что это не спортивное, не просто моментальная визия. И он осторожно, боясь, боясь пугнуть свою удачу. Вводит её в Кунджу. Усаживает её на трон, как царицу своей жизни. И омывает её стопы, её уставшие от бега стопы, собственноручного. И на эту картину можно медитировать вечно. Как Моха намывает стопы своей матери. Затем он вытер их, эти стопы, своим жёлтым тхоти. С величайшей любовью и нежностью. С величайшей любовью и нежностью. Шримати затем садит Кришна, то есть как царица. Она ему позволяет сесть рядом, поднимает его. Садит с собой и спрашивает. Ты так сильно меня любишь? Сколько квалифицированных девушек ждут тебя? А я такая неквалифицированная. Я не могу служить тебе свободно. Я не могу служить тебе свободно. У меня столько недостатков. У меня столько фактов. Как это знакомо, да? Это протоархетип всех женщин. Это очень тяжело. Мы можем это понимать. Это архетип всех женщин. Здесь ни в коем случае нельзя соглашаться с её утверждением. Но Мохана и не может соглашаться. Потому что он захвачен чувством. Пока Шримати говорит так, сияние миллионов молний исходит от её тела. Обычно вспышка молнии причиняет боль глазам. Но сияние тела Ратики — это сладкий, трансцендентный и утешающий свет любви. Более всего, свет для свет дает сладкий, но твоё свет так сладкое и сладкое, потому что это свет для любви. Здесь тоже часть практики приоткрывается, когда преданный видит это сияние. Если он практикует и он видит это живое сияние, то по этому ощущению, по этому чувству можно определить его источник. Бхакта знает, что сияние Брахмана не безлично. Например, Бхакта знает, что сияние Брахмана не лично. Оно исполнено сладости. Потому что в конечном итоге его источник — Махатвана. Потому что, в конце концов, этот свет приходит от Махабхава. Его тончайшая составляющая Брахмана — это Махабхава. И это воспринимается садвикой как сладкий, сладкий, трансцендентный и утешающий свет любви. Как сладкий, трансцендентный и утешающий свет любви. Только те, кто попробовали эту сладость по милости Шримати, могут понять это. Другие — нет. Где незначительное живое существо и где высочайшая любовь в Радике? Где незначительное живое существо и где высочайшая любовь? Это небольшое ответвление Махавы, связанное с попыткой живого существа найти в себе, найти любовь или обрести прему помимо Шримати. Извини, я не понял. Да, ещё раз. Это предложение, которое здесь вопросительное. Где незначительное живое существо и где высочайшая любовь в Радике? Это ответвление от темы, которая говорит о том, что в сравнении попытка найти собственную прему, попытка раскрыть собственную любовь, обречена на провал. Это предложение, в этом слове, где высочайшая любовь в Радике и где высочайшая любовь в Радике, и где высочайшая любовь в Радике, и где высочайшая любовь в Радике. Радике, что-то там очень тянет руку. Подволь, ты шлющик обдарупишься, родная. Да, хорошо, давай. Я хотел просто прийти к этой теме, к раскрытию самой темы. Здесь чуть позже. Сейчас совсем немножко осталось. И потом мы уже… Шримати спросила Кришну, скажи мне, что ты получаешь от меня? Что ты получаешь от меня? За что ты так сильно любишь меня? И Шамасундра не смог ответить на этот вопрос. И Шамасундра не смог ответить на этот вопрос. Вот и это главное сегодняшнее послание. Это вот невозможность. Это то, с чем согласны сатвики. Это то, с чем согласны сатвики. Согласны сатвики, которые идут этим путем. И все сатвики, которые будут согласны с Моханом. Манджари здесь согласны с Моханом. Она полностью с ним согласна, Манджари. Манджари полностью согласны с Моханом. Манджария смотрит его глазами и соглашается с его неспособностью описать эту красоту. Потому что, когда Манджария смотрит на лицо Шримати, она видит его впервые. Потому что, когда она смотрит на Шримати, она чувствует, что она видит впервые. Когда она слышит голос Шримати, Манджария чувствует, что она слышит впервые. И она полностью ошлумлена. Когда Манджария вдыхает аромат тела Шримати, она чувствует, что она делает это впервые. Впервые чувствует. И она не может найти никакого определения. Потому что она как будто бы рождена впервые. У нее нет никакой памяти об этом. И здесь Шрипада полностью соглашается с этим чувством, которое проявляет Мохан. И Мохан смотрит и не находит никаких объяснений. Ему не с чем сравнивать. Это вот состояние растерянности крайне важно для нас. И вот здесь я бы остановился в чтении комментариев, чтобы зафиксировать эту позицию. Позицию неспособности описать эту красоту. И теперь я бы остановился в этой части комментариев. Мы просто остановимся на этой incapacительности. Чтобы экспрессировать ее красоту. Экспрессировать то, что Манджария или Мохан сейчас видит. Манджария или Манджария или Манджария или Манджария. Возвращенная была, принимала Шия Масундуру. Вот момент этот, да, вопрос такой. Что это? Ты про Рафику говоришь? Да, 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 да. Да, да, да. Это, да, да. Это не… Рада Говинда, он спросит, он спросит, что делает Рада так новым для него? Почему она выглядит так новым для него? Что делает Рада? Я говорил о Манджарии, о Кинкаре. О ее, о согласии, о полном согласии этого чувственной новизны с Моханом. Когда Кинкаре видит свою Шримати, она испытывает подобные чувства. Рада Рады, можно я чуть-чуть добавлю к этому моменту? Давай. Давай. Вот это чувство новизны, оно получается таким образом, что в Манджарии, когда видят Радику, этот источник такой глубочайшей всепривлекательности, что просто невозможно оторвать взгляд от этой всепривлекательности. И даже невозможно оторвать взгляд в память, как это было раньше. Это вот здесь и сейчас, это настолько к этой сладости приклеено. Внимание все, что ничего не существует вокруг этого. И поэтому взгляд Манджарии, он видит Радику как новую, потому что нет этой памяти, невозможно отвести взгляд в эту память, сравнить вот это всепривлекающее здесь и сейчас. Рады. Рады Романа, он говорит, что эксперимент Манджарии, что происходит сейчас, для нее это очень новое. Но нельзя сравнивать. Ничего не существует. Ничего не существует раньше. И что для нее это так новое, так новое, так новое. Нужно сравнивать. Нужно сравнивать. Вот это чувство Кришны, ты говоришь, что он нежно, а ты ее ввел, омыл ей ноги, стопы. И вот мне вопрос такой, как это самое, возникает. Ну, что или кто ему дает силы не потерять сознание? Ведь он, знаешь, как ты по стиху читал, что его радость, она в тазе расцветала. Теперь, как Рады Гаммеда задает вопрос, когда Кришна приводит Шримати Радыка, внимательно приводит его в Кунжа, и водит, водит, водит. Какая мощь, держит его в сознании? Потому что он имеет так много сильных эмоций. Какая мощь, держит его в сознании? Очень, очень ты глубокий вопрос задал. При всей простоте его, он погружает глубоко. Я соглашусь с этим вопросом, и я не хочу слышать на него ответ, и я хочу следовать за этим вопросом. Это удивительно. Я согласен с твоей вопросом. Я так сильно согласен с твоей вопросом, но я не хочу услышать ответ. Я просто хочу следить эту вопрос. Вау! Да, да, есть, знаешь, как ответ моих гуру Деви. То есть, вот когда я это использовал. И там, знаешь, еще второй момент дополнения. Такое, знаешь, вот они разговаривают. Вот это сладость. Это опьянение. Они одни. В нежной Кунжи, которая была омыта слезами, как ты говорил, да. И Кришна сидит на коленочках, на маленьком вот этой табуреточке. А Рада берет его вот так вот за подбородок. Она смотрит в него глаза. Знаешь, как она все вот эти слова, она глядит. И такой любовью. Прямо рядом, рядом. Говорит это ему. Так. Мавха-бхав. И Рада Говинда рассказывает, что очень красивая фотография, как Кришна сидит так близко, на маленьком, как сказать, шаре, в фронте Шримати Радхи. И она очень близко к ней. И она берет его чин, как его руки. И они так близко. Какие ощущения в этой фотографии? Да. Ведь она же, знаете как, она дает ему все. Вот это высшее опьянение, да, в котором он хочет так, да, все чувствовать с нуля. Да, она ему все, да, вот Домода на вопрос, что она ему может, знаешь как, она может сыграть им так, что он потеряет сознание одним взглядом, но может своей милостью, своей любовью, да, чтобы он же тоже жаждет послужить ей, да, как он ее любит. И она видит, как он ее любит. И поэтому она дает ему возможность. Единственное. Единственное. Вот такой. что она может сделать. Или она может сделать его, то есть, поставить его в глубину его силы, в таком случае, что он будет потерян, он будет неизвестен. Это что она делает с ним? Это очень красиво. И у меня появился ответ на твой вопрос. Это очень красиво. И теперь я ответил на твою вопрос. «Она регулирует эта порционность, получается». Она регулирует. «How much will give him?» Да, Мадарушка, подожди, брат. Да, да, да. Одна секунду. Вот как, твои слова, как кинкари регулируют раду, но кинкари не вхожи, гопи не вхожи к Вишне, как его сердцу в этих интимных умжах, и только рада регулирует. Вот как Маджари, да, мы учимся у наших хламени, как вот как она, и так же служить ей. Регулировать вот эти, да, потоки любви. АМАНЖАРИ, контролирует, я бы сказал, тое элллиныы на Шрамати Радхи. Какая сильная радхи, как она чувствуется в шрии-хришна, как сильные сферы слухи. Опер нравятся же на Маджари. На самом деле оно смотрится на Маджари, как они отклеились на нее, как они ее делали. И само так же, так же, как Шримати Радхи и Радхи. с контролем пол стресса влаши из контроль рады рады что говоришь что говоришь немножко ну ты ты говорил ко мне да проционность она держит его на грани сейссалвейский пинкин он не бодер вот визмин литубе и мхиви луси консенсус because of our women of feelings она держит его на грани искусно держит его на грани she's always keeping very skillfully keeping him on the border как только она чуть-чуть даст больше он потеряет сознание if she will give him her love little bit more he will lose the consciousness удивительно но она такая она так сильно его любит она обкала что она в этот взгляд всю любовь да иди на его атома она такая маленькая птица в воде и большая wave of tsunami which is so high as a moon what he can do he completely lost himself and killed him можно я еще два слова на то есть угодно я я все я я на сегодня закончился поэтому я немножко как ты нас учишь как гуру дэв нас просил да что детализируйте побудьте на картине на этой и вот продолжаем и кришна на табуреточке на табуреточке на табуреточке она смотрит лицо и вот дамодар я с твоих последних слов он так опьянен что он просто единственное что он смог сделать просто смотри в ее прекрасное лицо глазами глазами полными слез он пытался говорить но из-за восторга опьянительного восторга он не смог не произнести ни слова когда кришна сидит сидит below in front of shimati radhika means he is sitting place low he is looking at her with so much love eyes full feeling with love eyes and he is drawn in the feelings of jubilation which make him drunk mad in such a way that he couldn't even speak he couldn't pronounce any words и вот дальше дальше Ананта Дазбабаджи говорит шимати касается его щеки смотрит прямо в глаза своими знаете цвета изумрудно да изумруд небо изумруда в глазами рада любви черный как шмели глаза кришна она смотрит и говорит и then shimati radhika touching his cheek chin and looking at him so much how to say very attentively by her blue like sky eyes in his very black as bumble me bumble me eyes да и рада сказала миленький любимый мой скажи хоть что-нибудь почему ты молчишь о май белау please say something why are you silent и и когда она говорила представьте вот на чем акцент наша кинкари да и кришна она чувствует да что кинкари они чувствуют сердце кришны в том числе и когда рада говорила так она говорила это проявила сиянье ее вишневых губ мадара твой цвет уже а тут губы вишневый вишневый цвет издают выполняется вся кинкари вишневым я не знаю как вишня на английском языке а это в в в в в в именно Думает в этот момент, глядя. Представляете, она все это видит. Видит такую раду, видит такого Кришна. И она думает, что губы, издающие вот этот цвет, вишневый. Теперь эта служанка видит их, как кораллы. Кораллы. Знаете, в океане, в котором и Кришна. И рада утонул. Вот этот милантик маленький. Откуда кораллы? Они в океане тонут. Вот махабхавы, любви Кришны. И губ, вот это сияние губ, когда она говорит такие слова любви. В этот момент, когда Манджаре видит эту картину, как светлое Симати Радхи, с черными липами распространены, она чувствует, как кораллы в океане. В океане любви Радхи и Кришна. И когда радость, рада улыбается, представляете, в этом состоянии. Вот в том, да, вот все, что мы сейчас, знаете, как накапливали, накапливали, как рада поднимает его на пике, да, когда Мандарушка, изумительно ты сказал, вот что она его держит, регулирует. Знаешь, как она его, как серф должна, волна, представляешь, которая тебя не вкидывает, а держит на пике твоего наслаждения, да, во всей твоей ананды, она его поддерживает. И в нужный момент она его может утопить, если захочет. И в этой картине, Кришна, как маленький кусочек с водой, на пике «Автонами-вык» means wave of her strongest love. She is keeping him wear on the top of this wave, but she can in any moment drown him in the ocean. It's just her desire, what she is doing with him by her feelings of love. Да, и для меня вот в этом стихе, я своим опытом, да, родные, простите, поделюсь, да, для меня, для меня очарование вот в этого стиха, Домодарушка, тоже у меня там закладочка лежит, один из моих любимейших. Топ ходит на этой руке, да, вот этих лил любви. Рада побеждает, моё сердце ликует, вот он говорит, что она здесь, он плачет на коленях, он вымолил эту аудиенцию у неё. И она его не даёт, представляете, сознание его не потеряет. А знаете, почему не хочет, Рада, что у неё столько любви, она хочет, чтобы он взял, всё получил до последнего атома, до последнего вот этого сияния, миллиметра сияния её любви, чтобы он всё, знаешь, получил. Это же для него, она живёт и дышит на него. И Радикавинда сказал, что эта описка, эта версия, это одна из моих любимых версий, которая всегда в книге, в моем книге. И я просто очень радуюсь, потому что это vision Манджари. Они любят Кришна в этой ситуации. Он полностью capturated Байшимати Радикавинда. Радикавинда. И она кричит полностью capturated Байшима. Это означает, что она полностью её, она принадлежит к ней. И эта Кришна Манджари любит так много. Микрофон. С вами Никита побеждает. Вот главная мысль, дорогие братья. The main idea с вами is victorious. Рады, рады. Да, видишь, да? Я об этом вчера написал победу Свамини. Абсолютно согласен. Вообще 100%. Демадхар Прабу предпочитал в этом митинге он написал в своем книге «Комплей победы Свамини». Да. Мандарышка, скажи ты два слова. Я по ощущениям все рассказал. Да. Мне важно, для меня событием является вот это вот сочувствие. То есть когда Манджари открывает свое видение и оно совпадает с видением Мохана. Вот это удивительное. Это меня поражает. для меня сегодня главный событий в том, что мы уже читали, как Манджари открытие открытие для себя открытие потому что она completely в agreement с чувствами Кришна. Он не объяснил, как красиво Симати Радхи как он любит, как он любит. Он не ответил, потому что это новое для него. И Манджари полностью в agreement с чувствами. Это мой основной even for today this main thing это как обещание или реклама it's like it's like promise or like advertisement реклама от лица того кто уже купается во вкусе и появляется вот это вот появляется желание горячее желание увидеть с вами не своими собственными глазами представляю себе ведь это ведь это же очень это очень важное важное ощущение или предчувствие увидеть увидеть мир увидеть ратику в первую очередь ратик увидеть ее собственными глазами которых мы которыми мы еще не видели ни разу однажды мы увидим ратику своими собственными глазами и мы поймем и мы поймем поймем что мы никогда до этого еще не видели весь опыт существования весь опыт нашего видения в этом материальном мире исчезнет как 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 так как туман как мираж and all our experience of looking in this world will disappear as a fog не останется ничего nothing will left after this experience мы будем полностью захвачены этим видением we will completely captured by this vision это как в матрице в фильме когда у Нео слепило глаза неудивительно ты же видишь ими впервые сейчас мы видим только вибрации видим когнитивные отражения электрических сигналов а там мы увидим непосредственно своими собственными вечными глазами и этот вкус который передает Мохан это как обещание и он в гите говорит об этом я обещаю тебе ибо когда ты увидишь истину как она есть как вижу ее я ты все поймешь ты поймешь меня только тогда ты поймешь меня когда ты не сможешь говорить когда ты не сможешь говорить когда ты не найдешь ни одного слова чтобы описать ту красоту которую будешь видеть когда ты поймешь меня и я говорю тебе это только потому что ты мой друг у тебя есть какое-то чувство по отношению ко мне because you have this feeling towards me вот это этим я вот это меня захватило в этом стихе and this captured me in this verse я не могу выйти из этого и меня цепляет очень глубоко and I couldn't escape from this feeling this feeling is taking me more deep and more deep but I think that there is still in this scene но там я думаю еще в этой картине вот в этой кунже в этом водовороте страсти любви Махабхавы и расовайся вот этих двух океанов любви там я думаю знаешь еще есть состояние куда даже в кинкаре не входит она я так называемая когда Мадарушка твое мнение она здесь должна присутствовать они представляешь они разговаривают вот так глядят в лицо в глаза вот буквально на расстоянии дыхания где это связано с этим Рабля Говинда и сказано что в Кунжа, в два океанах расовайся в Аха и махабхава они встречаются в одни и я думаю это в этом ситуации в Кунжа даже кинкари не могли бы придуть в это я понял что там есть такое состояние в который даже кинкере не входит да конечно конечно про потому что ведь ведь она тоже она тоже опьяняется счастьем она дает им она видит на как как он счастлив он плачет он не может ответить меньше мать и радика сис кришна зла халк и скрай а вот слава шиванс другие хим эврифе матчих с да и вот мое личное красное желание и туда даже посметь это испытать нет я хочу к кинкере домодарушка мы с тобой читали вот когда она выйдет помнишь это щель и вот этот взрыв ядерный когда шторки приоткроется вот в этот момент послужить и увидеть прочувствовать я готов запишите меня навечно вот в этом состоянии когда она при выходе я подписываю одна игра на всю вечность я хочу показать вам что он выяснилось на тот момент когда тише ночью и покажи меня максимума как одна из отомок всего же от ее в гости в гости в конце утра и я хочу что хотел сказать я хочу сказать верить меня логич alguns отец тогда я хочу сказать что я хочу сказать что тот момент если я не могу появиться в гости по авто логичności точно можно здесь за послужить рекой авто亮 понимание для логичто на я хочу вечно вот в этот сегодняшний вот это разговор знаете это сокровенно вот глубине моей пещеры моего сердца темного я хочу вот этот разговор гират хика его где он не ходит тоже слушать его это сокровенное желание моего хитра и always want to see this picture how she much radica takes by her gentle hands his face and speaking with him and asking поделись теперь ты давай это самое ты у нас активно я ехать хотел до основных и хорошо что ты снова берешь эту тему мы ее уже обсуждали много раз и она всегда у нее всегда аромат новизны всегда это атомный реактор это атомный реактор и те кто наблюдают за этим процессом and we can compare this situation with nuclear reactor and the engineers who is uh how to say operating this trip a manjari это операторы они наблюдают этот процесс and manjari they are operators of this reactor they looking how this process is going on and они не они не они не вмешивают да да они не вмешиваются процесс they just looking for this process they not controlling they just witness of what is happening and manjari is not controlling this process and manjari is not controlling this process они 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 эту энергию аккумулируют энергию этого опыта they accumulating the energy of this experience и переводят его уже в творческую потенцию and then transform this energy to the create creating energy создание духовных и материальных миров соответствующих этому открытию это значит как домодарушка это вот представляете ну вот как из магнита да вот один целый магнит и и как бы делают разделяют на два и они же все всегда они отлично да они будут стремиться в одно в одно знаете как камень всегда падает в земле ну такой закон они они одно знаете как растянули как два магнита как резинку и и невозможно и они все делают для того чтобы быть вместе знаете цариться чтобы вот этот вот так вот что-то о котором ну как бы я не могу даже представить не могу и не хочу яд мне достаточно чтобы славя не вышла и оттуда веки когда она проснется она была с ним она откроет ядерным взрывом петит все неважно какой цвет кришна ты бог ты кинкари все становится желтым пчелы он листья представляете земля вот вот такая сила вот вот оттуда вот это право на вот это доедине такие образы много много всего эмоций мой сосудик он маленький понимаешь что тогда я могу пираме ты такие картинки открываешь вот это вот картинка после того как они засыпают и сейчас открыл следующую следующую главу когда ратика впервые видит мохана открывает глаза и видит мохана она выходит из этого мета пространство где они путешествовали это отдельная тема где они путешествуют что они видят во сне о чем если они сейчас появились новую матери которая появилась то есть когда люди так встречаются надо беременда они прислали в воду они крылья на упомянули в себе и они были в воде висят что время собирается касаться 特別 в любом вам Ты сейчас описал наше рождение. Менши в эту фотографию, ты сейчас описал, как мы родились. Твое рождение, мое рождение. Мы как раз рождены из этого ее взгляда. Когда она видит, что Мохан напоен. Когда она видит, как Мохан полностью удовлетворен, она отдала ему все. Она отдала ему все. И он поэтапно, этап за этапом, смог воспринять всю полноту. И, в итоге, step by step, он принимал все, и все. И в этот момент абсолютная Истина проживает свою максимальную полноту. Она одновременно проживает бесконечное прошлое. бесконечное будущее. И бесконечное настоящее. И вот здесь появляемся мы. И сейчас, в этот момент, мы появляемся. вот этот свет ядерный, взрыв, вот эта вспышка, испранная оттуда, где они одно. Да, и она же, помнишь, она кинкари рисует, как она, чтобы они не устраивали. Она опьянена, она не собирается выходить. Они это все делают. Она ими рисует. Она их учит, как, что нужно надеть, как сказать, когда, как, что, где, как. Она их учит, она их учит. И тогда, Рада Говинда, ты мечту кинкари учат? Да, да. Рада учит кинкари, да. Рада Говинда, ты мечту кинкари. Это очередная глава. Следующая глава. Ты открываешь главу за главой. Рада Говинда, это будет следующий. Ты открываешь главу. Я не знаю, я не знаю. Скажи два слова, брат. Вот в эту. Да, это тоже обещание. Это тоже то обещание, за которым я иду. Когда Раддика обещает мне, что я научу тебя, не бойся. Ничего не бойся. Машу Ча. Машу Ча means don't see anything. I will teach you everything. Я всему научу тебя. Ты сможешь всему научиться. Ты сможешь петь. Ты представляешь себе? Петь. Однажды я услышу голос. Однажды я услышу голос. Радди. Once I will hear my own voice. Радди. Который вторит песни Шримати. Вечис им унесён в Шримати Раддика сон. Вторит её настроению. Вечис фолни химун. Вторит её содержание этой песни. И со стороны может показаться, что это Сламини поёт. From outside it will look like Сламини herself is singing. Когда поёт манджари, сложно отличить. Когда манджари singing, это очень сложно понимать, что это не манджари. Потому что они в точности. У них слабит их гуру. Помните, она в ротике в пещерке её учит. Кришна со стороны заглянуть хоть пытался. И они его прогдали. Иди отсюда. А чего вы тут делаете? Иди, иди отсюда. Не время. Да, она будет учить меня пьесам, которые она сочиняет. Она сочиняет пьесы. Фримати сочиняет пьесы. You know, Сламини is writing the dramas. And she will teach me these dramas. And she personally will teach me how to play this drama. Как передавать её чувства. How to express her feelings. Чтобы она, когда будет смотреть моё представление вместе с Моханом. When she will see my play of this drama, when she will see this Mохан. Своими слезами сказала, да. By her own tears she will say yes. Да, это то, что я чувствую. Да, это то, что я чувствую. Верю. Я верю. Удивительно. Так замечательно. Об этом можно каждый день говорить. Да, но я, знаешь, как я хотел. Сусно такое, оно как застраховое. Сусно, ну, не могу с дебридей. Она не гуру. Она, знаете, как не гуру. Ну, так пишут. Но представьте, вот в этом мире всё выше сказано. Рада для Кинга. Любимая подружка. Она с любовью учит вот песням любви. Как, знаете, как вот, как ей Кришны управлять вот этими волнами, что она, да, что радостная только в совершенстве. И как ей управлять. Это очень важно. Матхи Радика, как Гору, но для Кинкари, в момент момент, когда Матхи Радика, в которой она научилась, не как в нашем мире, Гору и Дисципе. Нет, для Кинкари, она была любовная гопин, она была любовная личность, которая любовная личность, и она научилась к Кинкари с любовью. Это означает, что она научилась ей, что это в ее жизни, любовь. Но чтобы я не с ничем не помню, чтобы я с ума зашел, вообще паспорт порвал и пешком пошел, на головку, в чем-то другую головку пешком пошел. Я готов ползти, вот я говорю, я поговорил по Гавархану, когда один был на Радхакунде, я закатывался в Радхакунду, закатывался. Ну, я готов. Я буду спичать Матхи Радика с Даршаном, я буду спичать только одну вещь, я хочу услышать свою голосу, это все, я хочу услышать свою голосу. Дамодар, а ты вот вопрос еще такой маленький. Может быть, ты что-то, ты этот, у нас такой обладатель бьяных знаний, описывала ли Параная, вот какие-то, есть какие-то моменты, может быть, знаешь, хотя бы намек, знаешь, троеточие. Вот, ну, что вообще, ну, что это там? Вообще, туда ходил кто-то, ходит или как вот, ну, как мы должны этого принять или приближаться к этому? Рады, Рады. Как те, кто аккумулирует, аккумулирует этот опыт? Рады Говиндис, ask, Дамарапабу, what is Pranaya? Can you explain it a little bit? I'm translating in short way. And Дамарапабу is answered, we ask that personality who is accumulating this energy of Pranaya. In such a way, once, when Shimata Radhika will need it, we will give it to her. Потому что мы накапливаем этот опыт в форме образов. We are accumulating this experience in form of images. Со всеми чувствами. With all feelings. Это полновесная духовная картина. And this is a complete picture. It means nothing is absent. Everything is there. В абсолютной динамике. Я просто объясняю, что значит, полнота, что есть всё, запах, прикосновение, всё есть. И здесь мы аккумулируем. Это наша основная обязанность аккумулировать и отдавать. Is this our main duty to accumulate this experience and to give Shimata Radhika? Потому что в ближайшее время, в самое ближайшее время, Shri Mati понадобится наша помощь. Because very soon Shri Mati Radhika needs our help. Потому что воспоминания о том, что она чувствовала, об этом опыте поддерживают её жизнь. Можно сказать, что мы — разнесённая память, Shri Mati. We can compare us with memory. Её чувственный опыт. Это как в компьютере. Она процессор. It's in the same way as in компьютер. How computers are manufactured inside of processor, core, cores. А мы — жёсткий диск. And we are hardware. Where all memory is kept. Одно без другого не существует. Computer as a whole couldn't exist without this two. Потому что у нас хранится конфигурация системы. Because we are saving all systems. All configuration of our system. All last changes. Да, она едва. Владар, это как в картине. А картина — это рада. А мы — пиксели, из которых она состоит. Чувства, эмоции, мема. Или как в телевизоре. Миллион, миллиард чёрных-чёрных чувств, эмоций. Да. Рады, рады. Это образное чувствование Шримати, наша пища. Наше дыхание, наша пища, наша жизнь. Я не услышал начало. А, чувственное. Это чувственный опыт. Всегда новый чувственный опыт Шримати — это наша жизнь. Мы им дышим, питаемся, мы его жаждем. Это наша природа, вечная природа. Принимать это и отдавать это. Accept this experience, she might have its experience, and to return this experience to her. С точки зрения материи это невозможно. В уме ум не может хранить ничего из того, что является реальностью. And mine couldn't keep, couldn't save everything, what is surreal. Это симулятивная система. Ум. Ум — это симулятивная система. Да. Система, да, симулятивная система. Because mine is simulation system, system of simulation. А там не симуляция, а реальность. But it's this simulation picture of virtual world is so much different from the real world. Поэтому вот эта природа, мы всегда жаждем это. И здесь это ощущается у тебя, у меня, у нас. Мы собираемся для того, чтобы почувствовать это, почувствовать это прикосновение. Пусть даже отражённое в уме, но, тем не менее, почувствовать это прикосновение. And we assemble together here, just to experience again and again this touch with reality. Even in the mind, but touch with reality. Потому что мы этим занимаемся и там. Because we are doing this in that reality. Shimati Radikas reality. Манжари передают эти картины так же друг другу. Манжари трансформуют эти картины также к другим манжари. Они делятся этой сладостью. Они делятся этой сладостью. А я хотел бы добавить, знаете, что, что же дальше? Кришна вот плачет, радый, глядя, да, держит его за подбородочек. И затем, я читаю по тексту, Ананта, да, баба-то нашёл. Какой любовь. Понимаете? Маха-бхава с любовью. Какой она? Маха-маха-маха. Опять же, это эмоции. Это чувство. Shimati вытирает своей вуалью. Голубого цвета вуалью, влаги от сырёв, лицо на горы. И служанка видит. Карес подпала лояка, чхаби рада. Её руки, руки, представляете, руки рады. Да, Мадарушка, да, мы голос, как вас хитили сегодня, а руки видят. И она, наша, да, Гурадеви, она видит, что её руки такие мягкие. Когда они держат Кришну, да, вытирают его. Любимого Ракшики. В этом видео мы просто слышали о её голосе. Как Кришна, как Моха, слышно её голосу, как она спросила ему, «Почему ты любишь меня так, так сильно?» И теперь, следующая часть этой фотографии. Как она его нестабильна? Очень мягкие, очень мягкие, мягкие руки и ноги. Как она нестабильна? Как она нестабильна? Её руки такие мягкие, и сияющие, как листья бананы. И они очень мягкие, и очень мягкие, как бананы. Из-за наслаждения, сладостью Радхики. Шьяма пьёт, да, вот этот океан. Из-за наслаждения, сладостью Радхики. По её милости. Она, помните, она её вытирает, она приводит его в чувство. На вопрос он не ответил, он утонул в 10 раз. Шьяма начинает желать. Знаете, радость хочет, чтобы он принял. Вот здесь между стройками, да, Ватарушка? Возьми, возьми всю мою жизнь. Для тебя я здесь, цвета. И тогда, в этот момент, Шьяма начинает желать, эго-производить, что желать, что Шима Тередика хочет дать ему. Она говорит ему, по поводу него, «Все всё, 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 и Кришна видит». Представляете, Он так-то для его сердца, да, какая сладость. Кришна, Сладко и сладкая радха, да, Шьяма начинает желать, да, получить от неё, да, её любовь. И он видит, какая сладкая радха, сладостная, служит ему различными ингредиентами, знаете, вот этими волнами новой Мадана-Рахт, эмоции, встречи, и вот так. Мне трудно перевозить. Я немножко уже подустал. Если говорить больше, чем я могу запомнить, там такие образы очень сложные, так очень описательно много слов таких, вот непростых. Ну, прости, простите меня. Ой, Дамодар, спасибо тебе, брат, что ты вообще такую игру вспомнил. Вытащил нас всех, погрузил, нарядил в одежды, в эти эмоции, мы, да, прокатил нас. Спасибо, Дамодар, Прабу, сегодня, не только помогите нам, вы поднимите нас, вы поднимите нас, вы поднимите нас в ощущениях. Поднимите нас в ощущениях и поднимите нас в ощущениях. Да, я даже специально не иду в дальнейшее описание, потому что оно очень сокровенное, очень сокровенное описание, которое идет дальше. Я смущаюсь так, так вот, так широко, так широко раскрывает сокровенное. И это движение, это сокровенное, это как приглашение в это путешествие, но индивидуальное путешествие. В котором могут принимать участие только те, кто следует путем Манджари. And who can follow this path? Only someone who is following Манджари path. Только те, кто следует путем Манджари. Only who is following Манджари path. Для всех остальных, для всех остальных, это смертельная, самоубийственная и смертельная тема. For all others, this subject will be like death. Very dangerous. И поэтому она запрещена. What is why this subject is prohibited? Только те, кто следует путем Манджари, могут следовать за этими внутренними картинами. Only Mанджари can follow these internal pictures. И они их будут вдохновлять. And these pictures will inspire them. Они их будут пьянить. И они их будут питать вдохновением. And they will nourish by this inspiration. А остальные будут даже не смущены, а раздавлены. All others will be not just shy, they will be completely smashed. Никакая другая раса не может прикоснуться к этим темам. Other moods, no other person can touch these pictures. These descriptions. Она просто будет уничтожена. It just will destroy. Someone will try to touch. И поэтому мы поэтому мы не распространяем эту информацию, эту бхаву, мы не распространяем широко. That is why we are not opening this subject broadly to all. Мы храним это в тайне. We are keeping all this in secret. И передаём это в тайне. And share it in secret. И только Манджари могут понять Манджари. And only Mанджари can understand Mанджари. Некто кроме Манджари не может понять Манджари. Nobody can understand Mанджари. Only Mанджари can understand Mанджари. А квалификацию мы получаем от Свамини. And qualification we receive from Свамини. Ради, ради. Ради, ради. Джави, джави. Редактор субтитров А.Семкин